Строительство новых объектов, итоги внеочередного заседания правительства региона и участие новгородской делегации в предстоящем сочинском инвестфоруме. Об этом шла речь на брифинге заместителя начальника управления информационной политики администрации губернатора области Ивана Сизова. Главной новостью стало выделение федеральных средств на строительство новой школы в Малой Вишере. Она рассчитана на 550 мест. По планам учебное заведение распахнет свои двери уже в 2020 году. Речь идет о сумме около 500 миллионов, из которых примерно 400 миллионов – это непосредственно строительство здания и оснащение школы, потому что школа сдается уже с партами, стульями, шкафами, пищевым блоком и так далее, и тому подобное полностью. И еще 100 миллионов федеральных средств пойдут на покупку специализированных классов. 16 миллионов рублей уже из бюджета регионального выделяются на ремонт дворца бракосочетания на Тихвинской. По 10 миллионов на развитие базовых видов спорта для нас – это гребля в первую очередь, и на субсидии сельхозпроизводителям. Без внимания не остается и медицина. Ремонтные работы будут проведены в Акуловской, Демянской и Мышинской ЦРБ. А вот наш медицинский автопоезд, который несколько месяцев базировался в Савинском сельском поселении, сменил свое место дислокации. Сейчас он находится в Сочи. Передвижной комплекс станет площадкой Новгородской области на ежегодном инвестиционном форуме. Уже проявили интерес и придут посмотреть на этот комплекс губернаторы, причем большое число губернаторов из разных регионов, плюс представители правительства страны, возможно, даже все вице-премьеры придут туда посмотреть. Это опыт Новгородской области, он по-своему сейчас уникальный. Ожидается, что весной по просторам области будут колесить уже четыре таких медицинских автопоезда. Кстати, в составе делегации в Сочи будут работать 12 практикующих медиков. Кроме медицинской, на форуме будут затронуты темы цифровизации, демографии и развития регионов.